привет дорогие мои красотки я безумно рада видеть вас на своем youtube канале вновь нет я не исчезла просто наконец-то у меня появилось вдохновение сегодня у нас невероятно фиолетовый смоки золотым акцентом ну что ж давайте начнем так как сейчас я ношу каре в первую очередь до того как приступить к макияжу я наношу уходовые средства распределяю по всей длине и только потом убираю волосы чтобы они не мешали и приступаю к макияжу и так первый этап увлажнение я использую сыворотку beauty drops распределяю по всему лицу пальчиками следующий этап это тональный крем как всегда у меня все мимо лица что же у меня это тональный крем волк оттенок номер 21 я распределяю кистью менли 123 и влажным спонжиком затем я даю тону подсохнуть и в это время оформляю брови у меня это карандаш автоматический виленсово в оттенке 02 также тоном я подчеркиваю бровь делаю более четкой и правильной и затем зачесываю щеточкой волоски примерно по направлению пускам тон подсох следующий этап это пудра у меня это пудра от эйван из серии марк прозрачная рассыпчатая невероятно нивцомая отлично закрепляет макияж и что самое главное нисколько не высушивает кожу не утяжеляет и не подчеркивает публические морщинки первый этап макияжа глаз это подложка у меня это матовая стойкая помада от кайли в таком сливово баклажановом оттенке я наношу с аппликатора распределяю синтетической кистью и тушую бочонком чтобы добиться идеальной тушёвки той самой дымки также наношу этот цвет синтетической кистью на нижнее веко следом я использую вновь помаду от кайли в более темном оттенке тоже такой чистый баклажан наношу с аппликатора но распределяю пальчиком для того чтобы не снять предыдущий слой здесь я распределяю оттенок лишь до орбитальной складки чтобы создать глубину далее приступаем к теням первый оттенок это тени от инглот номер 295 я использую пушистый бочонок это может быть козочка может быть белочка я наношу на зону тушёвки делаю ее более чистой следующий оттенок это более глубокий более насыщенный фиолетовый тем же бчонком наношу на границе цветов для того чтобы сгладить их сделать переход более плавным далее я использую пигмент от клепач в 151 оттенке индийский иолит наношу вбивающими движениями плоской кистью затем я использую тени от эйвен троечку в оттенке sweet heart plum самый темный самый насыщенный фиолетовый оттенок наношу на внутренний и внешний уголок глаза и тут у нас пошел наконец золотой пигмент у меня это опять же клепач номер 40 золото звездная пыль печатающими движениями наношу подушечка и пальца далее использую черный карандаш мистейс прорисовываю межресничку и слизистую а затем дублирую слизистую нижнего века пигментом от клепач номер 151 накрашиваем наши реснички у меня это любимая и незаменимая тушь и венса бока парад премьер у меня были проблемы с фокусом я забыла настроить его на следующий что прошу прощения далее мы наносим хайлайтер под бровь у меня это любимый джаст запеченные тени в 46 оттенке затем беру пигмент 55 бриллиант белоранж и наношу на внутреннего глаза возвращаемся к хайлайтеру наносим его на все выступающие зоны это скуловая кость подбородок линия челюсти не забываем про ушки так как все лицо подсвечено ушки тоже должны светиться конечно же носик и лук копидона галочка над губой следующий этап это скульптор я использую сухой скульптор от ингла смешиваю два оттенка 510 и 505 наношу на следующие зоны это под скуловая твадина немного затеняю лоб затем я использую бронзатор у меня это во в 13 дублирую все те же зоны чтобы создать эффект загара и немного затеняю носик и так румяна я считаю что румяна это самое важное в макияже у меня румяшки от эйвен в оттенке deep plum далее мы используем любой блеск который нам нравится да я здесь поняла что у меня проблемы с фокусом к сожалению я это поняла только в конце видео у меня блеск с перламутром я использую beige здесь я не использовала карандаш для губ потому что хотелось добиться максимально естественного эффекта на самом деле я бы оставила и этот вариант но мне хотелось добавить немножко розового поэтому я взяла розовый блеск и добавила только на центр губ вот такой макияж у нас сегодня получился ну и я решила уложить волосы и сделать локоны первый раз своей жизни потому что на длинные волосы локоны не держались как же я мучилась пока крутила эти кудри потому что себе делать намного сложнее чем ко мне другому в общем крутила я их часа полтора наверное посмотрите какие петельки получаются намучилась конечно я потому что себе делал в первый раз но в итоге получилось достаточно прикольно вот такой вариант новогоднего образа я хочу вам представить я надеюсь что вам понравилось это видео надеюсь что все было очень просто и понятно жду ваших комментариев ваших отзывов жду пальцы вверх подписки поздравляю вас дорогие мои красавицы с наступающим новым годом желаю вам огромной любви и счастья всегда будьте красотками это наше главное оружие спасибо огромное за просмотр и до скорых встреч на моем youtube канале спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!